Добрый вечер! Обстановка в городе Киев. Побоялся он оставлять свое детище, не зная, что может быть сегодня-завтра. Но сегодня, я думаю, что будет не менее интересная тема нашей программы. Да, Наталья? Конечно, она всегда интересная тема. Спасибо большое и вам за поддержку. Мы будем говорить о медицине будущего. И в связи с тем, что стоит такая нелегкая задача у всей медицины вылечить абсолютно все болезни, скорее всего, мы, я думаю, доживем до этого момента. Но на сегодняшний день давайте разбираться, на каком мы находимся этапе. И с превеликим удовольствием представляю наших гостей из медицинского дома «Одрекс». Это руководитель стационарного отделения, я думаю, что полюбившимся и нашим телезрительницам, и пациентам мужского пола, наверняка я их оперировал, это Смирнов Александр Борисович. Добрый вечер! Добрый вечер! И микрохирург, сокращенно так вас назовем, тоже медицинского дома «Одрекс» Ситник Петр Алексеевич. Вот будем его сегодня, добрый вечер, пытать и узнавать, насколько он хирург, насколько он человек. Вообще будем обсуждать вопросы того, что же нас ждет впереди, какие цели ставят перед собой ученые и медики, и станем ли мы свидетелями настоящей революции в медицине. Предлагаем нашим телезрителям сегодня проголосовать. Наш вопрос звучит следующим образом. А верите ли вы в победу медицины над всеми болезнями? Вопрос тоже несколько революционный, хоть наша программа и не политическая, но и мы не остаемся в стороне от текущих событий в нашей стране. Три варианта ответов «да», «нет» и «не знаю». Для того, чтобы ответить «да», надо набрать 777-67-45. Если вы не согласны с тем, что медицина будущего способна победить абсолютно все наши болячки, набирайте 777-67-46. И если вы не знаете, 777-67-47. Приступим? Начинаем. Наталья, а вы слышали что-либо о телемедицине? Ну да, в скайпе консультации очень даже популярны. Тогда можем спросить у наших специалистов. У вас популярны консультации в скайпе? Да, безусловно. Кроме бытового использования, это устройство, эта методика нашла очень широкую поддержку и применение среди медицинской общественности. Действительно, консультации онлайн, консультации со специалистом, которому очень тяжело добраться, но который становится очень доступным при использовании технических средств. И такие консультации в нашем медицинском доме проводятся с представителями, с сотрудниками, с врачами других клиник, которые необходимы для нашего пациента. А пациентов консультируете? Безусловно, конечно. Дистанционно. Ну как-то вот на пальцах расскажите, как это происходит. То есть пациент перед камерой возит? Да, у нас специальный кабинет есть, в котором можно будет, договорившись предварительно, собраться. С одной стороны, пациент и, конечно же, рядом с ним врачи, которые его ведут, которые его знают и могут помочь ему сообщить что-то о себе. А с другой стороны, специалисты, которых не хватает этому пациенту. Таким образом… Но может все-таки не пациенту, а врачу? Ведь консультируют, как правило, врача. Вы правы, конечно же, не хватает специалиста специалисту, но в итоге все это направлено на пациента. Это нужно для его здоровья, для… Благополучия. Благополучия и ответов на те вопросы, которые он не получил от своих врачей, которые находятся с ним рядом. Более-менее вам понятно. Конечно. Отлично. Скайп, это пока понятно. Скайп понятен. В операционной используете телемедицину? В операционной используется телемедицина в том случае, если… То есть у вас в операционной выведены камеры, экраны, чтобы… А приори можете? Конечно, конечно. Во-первых, в видеокамерах у нас снабжены операционные лампы наши, и плюс ко всему, очень высокого качества, кстати. И плюс ко всему, вся операционная тоже находится под видеонаблюдением, которое переводится на компьютеры в ординаторской и также наших руководителей. В том смысле, если потребуется какая-то консультация, то можно сообщить им о том, что у нас возникли какие-то необходимости в помощи или же необходимость в… То есть мы легко можем получить поддержку… Онлайн. Онлайн, 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 да. То есть если вы идёте на операцию и понимаете, может быть необходима консультация, вы уже будете планировать? Конечно. То есть врач не достаёт телефон, не связывается со своим… Нет, конечно же. Потому что это нет необходимости. Микрофоны, которые стоят у нас в операционной, очень чувствительные. И даже шёпот или тихий голос можно легко разобрать. Ну и уже Пётр Алексеевич упомянул о высоком качестве изображения. А потом вы разбираете, просматриваете, например, ход операции? Эти камеры работают в режиме записи? Да, да. Они работают в режиме записи. И с соблюдением всех норм конфиденциальности мы можем использовать в своих целях, как обучающих, в целях контроля за тем, что и как было. Больному опять же показать, насколько глубоко вы его разрезали. Думаю, что не все больные будут согласны увидеть видео. И не нужно это по этическим нормам. Ну мало ли, дотошные бывают люди. Бывают. Которые проще показать, чем уже стараться объяснять. У нас в практике на операционном столе оказывались и медики, которых тоже интересовало, как именно проходила их операция. Но это не наша цель. Мы не студия видеозаписи, нам нужен результат. Такой ещё вот аспект. Практически три месяца существует стационарное отделение. Сколько у вас приблизительно оперативных уже было вмешательств за этот период? У нас, если я не ошибаюсь, около 70 за 70. Около 70 операций за это время выполнены. А это только сосудистые? Они проходят каждый день. Я, честно, не посмотрел сегодня в журнал, но знаю точно, что… Но это только на сосудах или это… Нет, нет. Это имеется в виду все виды вмешательств. Операции начались у нас с 23 сентября, первая операция. И вот спустя два месяца с небольшим мы уже имеем такой опыт. А план расписан у вас до Нового года или уже зашкаливает на 14-й год? Нет. Только несколько пациентов записались на числа, определенные в новом 2014 году. Обычно запись идет у нас на неделю или чуть больше вперед. Исключение составляют все-таки пациенты, которые знают точно, когда им желательно прооперироваться. Кроме того, у нас в распоряжении три операционных. То есть мы можем легко расширить объем проводимых вмешательств и принять всех тех, кто захочет, скажем, завтра, послезавтра получить нужное лечение. А есть еще вот такой момент, как бы информационный обмен между пациентом и доктором. Он практикуется в медицинском доме «Одрекс» до операции, после операции? Какой именно обмен вы имеете в виду? Информации по тому же скайпу или по имейлу с привлечением новых технологий. Сейчас у нас Wi-Fi практически везде. И может ли пациент с вами связаться таким образом и получить ответ на свой вопрос? Конечно. До операции, наверное, в этом нет смысла, потому что можно только лишь договориться о встрече, о приезде. Если планируется встреча, то решить какие-то вопросы по скайпу очень трудно. Если появляется возможность, пациент приезжает уже на консультацию в личной беседе. А вот после операции очень удобно и практично. Не всегда это нужно. Иногда это нужно больше для национальной поддержки пациента. И придать ему уверенности в том, что доктор рядом, тот, кто его оперировал, он в курсе, он знает. И, конечно, недостаток, может быть, технологий, которые восполнят люди технического образования, в том, что мы не можем потрогать, пощупать ту же ногу или пациента, а смотреть в ходе онлайн-консультации. Он может вам показать ее по скайпу в хорошем увеличении. Сфотографировать, опять же, по-другому. Первая ступенька к развитию технологий. А вам вот лично это мешает или все-таки это помогает? Так стало работать удобнее? Или это лишний такой напряг? Все-таки хирург должен быть со скальпелями, а не вот с увешанными микрофонами, передатчиками. Вы практически вошли в мое сознание, да, вы угадали. Действительно, очень много работы, загруженности. Иногда сложно выделить время еще для того, чтобы сесть, успокоиться и просто поговорить с человеком, если это нужно, вот в техническом таком варианте. То есть это больше, получается, нужно все-таки пациентам, людям, нежели врачам, да? Да, американцы, кстати, поэтому давно пришли, что связь поддерживаю с пациентами. Поговорил, да и на операцию уже не надо. То есть у вас есть ваша страничка где-нибудь в социальных сетях? Ну, в общем-то, конечно же, как у всех, большинство... С пациентами общаются? Да, там видят общение. Вконтакте, да, действительно, меня можно найти. И очень часто ко мне обращаются пациенты. Это вам помогает или мешает? Я думаю, что, скорее всего, помогает. На самом деле, это больше помогает моим пациентам. Потому что при возникновении какой-то неприятности у пациента со здоровьем или же какого-то вопроса по состоянию здоровья, он сюда может обратиться именно на страницу мою. То есть вы не разграничиваете свою личную жизнь и работу? Нет такого, что вы вышли, дверь закрыли и оставили все там? Ну, моей личной жизни вконтакте просто нет. Только работа. Вот это да. То есть контакт у вас для работы. Медик вообще. Хорошо. В общем, по телемедицине прошлись, понятно. Нанотехнологии. По-моему, только ленивый сейчас об этом не говорит. Существуют нано-роботы, нано-боты, еще какие-то нано-ругательные частички. Что вы слышали? Может быть, участвовали? Планируется это? Перспектива эта далека или это вот уже используется? Трудно сказать, к счастью или к сожалению, да, не дошли до нас вплотную нанотехнологии в медицине. То есть мы не можем быть до конца уверены в том, что эта новая технология принесет однозначно пользу. Потому что мое мнение... То есть я к нашим зрителям нанотехнологии имею в виду, что это микрочастица или через укольчик внутривенно, или через таблеточку она проходит все слизистые, попадает в определенное место и в определенном месте каким-то образом что-то там... Совершает определенные манипуляции. То есть практически маленький прибор, который работает в организме по устранению дефектов, скажем так, внутри, изнутри. Но Вы пока скептически к этому относитесь? Я сейчас философствую в общем о том, что как любая технология, которая находит применение в любой техническом направлении, в медицине в частности, она может быть использована как на пользу, так и во вред человеку. И сомнения меня гложет в том, как именно в нашем неспокойном мире будут применены те или иные нанотехнологии для лечения или для борьбы с людьми. Так вот, я все-таки надеюсь, что разум возобладает. И прежде чем создать какую-то новую технологию и преподнести ее в широкое использование уже, будут произведены какие-то системы защиты для того, чтобы мы с Вами не пострадали от чьей-то ошибки, намеренной или... Ну, казалось бы, что же может как-то что-то сделать? Конечно же, за этим будущее. И то, как быстро развивается медицина сейчас, можно ожидать скорейшего, в ближайшее десятилетие, наверное, введения таких устройств в практику. Это лечение очень большого круга заболеваний на том уровне, о котором мы и мечтать не могли. Для этого нужно сначала познать этот уровень, прийти к пониманию глубинных причин болезни и понять, как же мы можем повлиять, не задев остальные органы. В этом, наверное, и смысл нанотехнологий. Сделать точечные, микроскопические нано какие-то шаги и повлиять на систему в целом, систему как организм. Петя Алексеевич, ну Вы микрохирург. Как бы нанотехнологии это микро. Может быть, Вы на какой-то конференции были, что-то слышали, какие-то есть доклады интересные. Но из-за современного, то, что можно сообщить о капсуле эндоскопии, мы еще не начали применять ее повсеместно, однако на сегодняшний день это достаточно доступный метод исследования желудочно-кишечного тракта, который используется во многих странах и в некоторых городах. Да нет, в общем-то во всех городах крупных Украины. Он заключается в том, что пациент действительно глотает капсулу, которая снабжена передатчиком и видеокамерой. Доктор дает пациенту в течение суток носить одно устройство, которое крепится к руке, и капсула передает информацию на это устройство. Впоследствии можно просто глазом буквально посмотреть на слизистую пищевода, желудка, двенадцатиперстные кишки и тонкого кишечника. При этом важно, чтобы пациент был хорошо подготовлен, и мы не рассматривали содержимое. Ну, это уже вы как объясните пациенту, так и он будет готов. Естественно, есть технологии для того, чтобы очистить кишечник, но необходимо принять соответствующие препараты, конечно же. Я думаю, что это, да, если кого-то заинтересует. Вы планируете использовать такую методику? Честно говоря, вот на столе в Ординаторской у нас лежит буклет, вот, утверждающий, что это устройство действительно можно применять на нашей базе. Как только оно появится у нас в клинике, одесситы об этом узнают? Смотрите, у нас по результатам голосования равное количество тех, кто считает, что медицина победит все болезни в будущем, и скептики, которые говорят, что нет, этого не будет. Давайте поговорим о донорстве, потому что это тоже спорная тема. Одни сторонники говорят о том, что это прорыв, заменили сердце, почки, печень, костный мозг, человек опять живет, другие говорят о том, что живых людей режут. То есть все это очень плохо. Вот лично Ваше отношение, Вы все-таки имеете к медицине, непосредственное отношение, участие, принимаете? То есть если перспектива. Как Вы к этому смотрите? Потому что все-таки это одно из направлений трансплантации, это направление все-таки будущего в медицине. Кто бы что ни говорил. Действительно, во многих странах это будущее уже приобрело какие-то реальные очертания. Настоящее, да? Да, это уже настоящее. И больше здесь связано не с технологиями. Технологии достаточно разработаны по пересадке органов и тканей в целях сохранения жизни какому-то человеку. Но здесь очень многое играет то, как социальная среда, как средства массовой информации, как Вы преподносят эту тему. Насколько эта тема востребована в обществе. У нас в Украине, к сожалению, произошла такая ситуация, когда тема трансплантологии осталась на задворках. Во многом здесь сыграла роль негативная информация, которая идет с телеэкранов, из газет, о том, как врачи-убийцы забирают органы, продают и так далее. Ну, врачи-убийцы, врачи-спасатели это может быть? Ну, может быть, но в целом ситуация вылилась в то, что последние буквально десятилетия мы очень сильно отстали от других стран. А, к примеру, Испания, которая организовала работу по донорству таким образом, что там практически каждый человек осознает эту проблему и готов участвовать в этом. Конечно же, с учетом своих личностей, проблем, религий и, конечно же. Борис, сейчас одну секундочку, мы продолжим эту тему. У нас звонок. Пожалуйста, вы в прямом эфире представьтесь. Добрый вечер. Да, алло, добрый вечер. Меня зовут Ростислав. Я вот попал только на середину вашей передачи. Чуть-чуть громче, пожалуйста. Алло, алло, добрый вечер. Я попал на середину вашей передачи и говорили о том, что есть технология очистки организма, да? Какая-то технология. Вот, вы знаете, я вот думаю, какая технология. Я примерно два года пью рециного масла, да? И у меня настолько, как бы, определенные результаты настолько улучшились, что я только прямо не знаю, как с кем поделиться. И я когда зашел на сайт одной очень дорогой клиники, если в Австрии, и там вначале, априори, то есть применяется вначале, перед всеми процессами медицинскими, применяется масло рецина. Вот какое ваше мнение по этому поводу? Спасибо большое. Прокомментируйте рециновое масло. Используете, нет? Нет, мы не используем в нашей клинике. Возможно, это и замечательный метод, но существует способ доказательной медицины. То есть есть, существуют такие параметры оценки препарата, методики, лекарства по его эффективности, которые дают достоверно точный, ну, приближенный к достоверности результат, что эта методика помогает. Вот я не могу точно сказать, как именно этот метод очистки организма прошел или нет такой тест, такое испытание, как доказательная медицина. Вообще, такая тема очистка организма, это очень разумно. Да, это очень сложный вопрос. Что чистим, от чего избавляемся? Например, у всех нас... Мифические шлаки или... Да, у всех нас у холестерин, практически, это синоним яд, который... от которого гибнут люди от холестерина, но мы из него состоим, наши клетки состоят из холестерина. Уберите весь холестерин и у нас не будет. Да, то есть чистка сосудов, да, чистка кишечника, чистка еще чего-то в организме, это больше бытовое понятие. И медики, которые работают непосредственно в узкой специальности, они не используют такой термин. У нас... Медицина будущего, ёршик, придумали для сосудов? Для головы, скорее. Я думаю, что это не будет выглядеть как ёршик точно, но по принципу работы это да. Уже придуманы препараты и давно используются для растворения тромбов. Главное применить их вовремя, и мы получим результат. Тромбы в сосудах головы лечат инсульт, тромбы в сосудах сердца растворяем, получаем уход от инфаркта или в сосудах... Вернемся к трансплантологии. Есть ли у нас вот такая картина, к сожалению, не очень в Украине, как бы яркая, да, по поводу... Существуют методики, когда используют аутоиммунную ткань, особенно вот инфаркты миокарда, да, стволовые клетки? Да, следует, наверное, уточнить, что такое аутоиммунная, то есть клетки самого человека для его же поддержания. Это могут быть клетки, которые были взяты в момент рождения. Такие технологии в мире существуют. Из плаценты хранятся в специальном банке в надежде, что через время технологии позволят их разморозить и использовать. Это та самая пуповинная кровь? Да. С другой стороны, в организме человека заключены немалые ресурсы, так называемые стволовые клетки. Это те клетки, от которых может начаться рост любой клетки в организме, в том же организме, то есть это не трансплантация. Это собственные клетки, которые нужно выделить и направить в определенный орган, в ткань для того, чтобы поправить здоровье этого органа. Вот при ишемических болезнях сердца, при остром инфаркте используется? Да, конечно, эти технологии уже есть. Они вплотную подошли к медицинскому дому Одрекс, и я думаю, что мы предложим. Микрохирурги будут этим заниматься? Я думаю, что этим будут заниматься судистые хирурги и микрохирурги, в зависимости от того, что мы будем лечить. Есть уже официально зарегистрированные препараты, методики, которые позволяют это делать, но, к сожалению, большинство этих методик имеют достаточно высокую цену. Ну, что сравнится с ценой здоровья, да? В том-то и дело, что если ты знаешь, за что ты платишь, и ты понимаешь, что ты от этого становишься здоровым человеком, и не надо думать о трансплантологии, то... Всегда хочется думать, что любая новая технология даст суперрезультат, отличное достижение, но медицинское... Вы отслеживаете вот эти новые методики, какие-то новые исследования, что на слуху, чтобы потом каким-то образом... Потому что я знаю, что, в принципе, Вы стараетесь что-то передовое, что есть, вот и ПЭТ, ПЭТ-МРТ, который за полгода до того, как Вы рекомендовали всем клиникам, у Вас уже работал. Что еще такое есть интересное? Если говорить об оборудовании, то в нашей клинике существует аппарат, которые стали появляться уже в Украине после нас, но мы сохраняем первенство. То есть Вы еще и аппаратами приторговываете? Они не работают. Да, к счастью, это не наша тема. Мы используем радиочастотный метод для заваривания сосудов при варикозной болезни. Лазерное оборудование уже нашло широкое применение, в Украине тоже. Ну что такое радиочастотное? Это как? Что за заваривание? Мы же понимаем, сварщик пришел, заварил. Как это происходит? Специальный прибор подает электрический импульс на катетер, в конце которого расположена катушка. Она излучает энергию в виде радиоволн. Они достигают стенки вены и приводят к тому, что стенка вены съеживается, суживается и сваривается в конце этого процедуры. То таким образом мы избегаем заваривания крови внутри сосуда, а используем склеивание самих стенок вены. Это более надежный результат считается по современным последним исследованиям. И при этом этот метод может применяться даже при очень широких венах, когда использование лазера сомнительно и требует разреза дополнительного вмешательства хирургического непосредственно. А сколько стоит такая процедура в медицинском доме? Она ненамного дороже, чем лазер в допустимых пределах, сопоставимых совершенно. И что очень важно, она позволяет выполнять процедуру под местной анестезией и как можно быстрее вернуть человека в строй. То есть хирургия одного дня? Одного дня или одной ночи, это зависит от тяжести. Или от пола пациента. Да. Скажите, пожалуйста, а вот отношение к генетике и к программированию генетическому, о котором сейчас так много говорят? Все-таки у нас уже есть дети, рожденные методом ЭКО. Многие сейчас заказывают себе уже пол ребенка. То есть уже отходят. А целого еще не могут заказать? Ну, кто-то может и не может. Но у кого-то уже, например, есть четверо мальчиков, а девочки нет. Поэтому половина никак не помогает. Вот Ваши личные отношения и, может быть, что в сосудистой хирургии относительно генетических каких-то изысков современных? Может быть, тут поделитесь знаниями. Ну, не секрет, что многие сосудистые болезни, они заложены в наших генах и проявляются при определенных обстоятельствах. Когда мы начинаем своим образом жизни вредить своему же здоровью. Так вот эти гены, они, конечно же, выявляются постепенно, выходят в поле зрения ученых. И непреодолимое желание существует не только у ученых, но и у врачей обычной практики научиться управлять этим процессом. То есть, если в будущем мы достигнем такого уровня, что сможем повлиять на развитие генов, я думаю, что частота варикозной болезни, которой так много среди женщин, да и мужчин тоже, частота заболеваний артерии, когда закупориваются артерии, все эти болезни действительно могут уйти. Или, по крайней мере, ослабить тяжесть течения заболевания можно будет. Но, мне кажется, это впереди, это еще далеко. Так мы же вот и хотим рассказать о впереди. Я думаю, что прежде чем эти технологии займут то прочное место в нашей практике, это должно пройти не один десяток лет. Может быть, мы с вами застанем, ведь продолжительность жизни человека увеличивается. Я думаю, что у нас есть шансы. Еще бы качество с ним не было. А вы думаете, это же доступно будет простому украинскому гражданину? Или все-таки это будет медицина для избранных? Постепенно любая технология, самая дорогая, находит широкое применение. Вспомните, 20 лет назад сколько было мобильных телефонов. Сейчас нет, по-моему, человека, у которого нет одного, а то и трех мобильных. Эта тоже технология оказалась заоблачной. Точно так же мы, наверное, будем воспринимать по-простому какую-то генную медицину, которая будет позволять нам в себе что-то менять. Главное не ошибиться. Вы прошла информация, что существует 4 пациента в мире, которым произвели каким-то образом выемку ДНК, раскрутили эту нашу спиральку, обрезали какие-то гены, обратно каким-то образом скрутили и вживили. Не слышали ничего такого подобного? Конкретно об этих случаях нет, но я думаю, в любом случае это на стадии эксперимента, а не практического применения. Но любая методика, она всегда проходит вот такие стадии развития, какие-то тупиковые ветви в развитии технологий. И со временем то, что нам казалось нереальным, приобретает какие-то реальные черты. Но Вы готовы к этим технологиям, если они действительно будут пациентам приносить только пользу? Вы можете у себя, да? Да, я думаю, только здесь уже будет идти речь, наверное, о здоровье ребенка, который еще только собирается родиться, или у которого забираются зачать. Вот на этом уровне уже будет идти вмешательство. И врач будет называться нано-доктор. Изменить клетки, представляете, изменить клетки всего организма у человека, который уже вырос, и тут применить. Может быть, будут какие-то… Вас пугают эти трудности? Да. Может быть, будут технологии, которые позволят заменить постепенно или быстро, но заменить патологический ген в организме человека и излечить его. Мы будем надеяться, что и об этом мы сможем воочию убедиться сами. Реклама будет короткой. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Добрый вечер всем тем, кто только что присоединился к нашей теплой компании, и тем, кто нас уже смотрит. Напоминаем, тем не менее, что сегодня мы говорим о медицине будущего. У нас поставлен вопрос на голосование. Верят ли наши зрители в то, что за медициной будущего победа над всеми болезнями, которые свойственны человечеству. Результаты, в общем-то, стоят на месте. Тех, кто верит, не так уж и много. Практически столько же народу не верят в то, что медицине это будет доступно. Поэтому давайте продолжим убеждать наших зрителей в том, что все-таки врачи работают не зря и стараются тоже на наше с вами благо. А я бы все-таки немножечко отвлекся от нашей такой беседы будущего, потому что у нас есть настоящие. Вот Петр Алексеевич первый раз, и такое вот емко непонятное что ли слово микрохирург. Что это такое? Микрохирургия подразумевает работу с использованием оптики увеличительной на микроструктурах. Это в основном хирургия кисти. С восстановлением, реконструкцией поврежденных сосудов, нервов, сухожилий кисти. Ну и естественно, что микрохирургия это не только кисть. То есть это можно сказать, что все, что использует оптику, то есть увеличение, да? Это можно сказать, что микрохирургия это кисть? Можно и так сказать тоже. Просто обращаются пациенты в основном с последствием или с острыми травмами кисти. Последствия травмами кисти это нарушение функции кисти прежде всего. Естественно, что это качество жизни. Палец пришивали отпавший, отрезанный, отрубленный? Отрезанный, отрубленный, да, конечно, пришивали. И как? Работают пальцы. Естественно, что видно, что этот палец пришит. Естественно, видно, что некоторое есть уменьшение его функции, однако он работает. Но нанотехнологии придут, может быть, и это отшлифуют. А скажите, пожалуйста, вы сшиваете сосуды или нервы полностью, вся вот процедура, вся операция на вас? Или вы делаете это в комплексе с еще какими-то докторами, если речь идет о том, что надо пришить палец? Передо мной задача стоит пришить палец, поэтому она лежит только на мне. Естественно, что одному это сделать сложно, обычно это делается с ассистентом. И каждая структура поврежденная, она восстанавливается с использованием микротехники, с использованием специального расходного материала, очень тонких ниток с очень маленькими иголочками. И у вас, наверное, какая-то еще спецаппаратура, какие-то специальные очки или как это происходит? Конечно же, конечно же. Это специальные очки с большими тяжелыми линзами, которые цепляются на эти очки. Тяжелыми, в смысле? Да. Они выглядят тяжелыми, но на самом деле они не такие тяжелые. Я знаю, какие фотографии ВКонтакте, наверное, в этих очках. Да, есть такая фотография. Посмотрим. Посмотрим, обязательно посмотрим. В мире существуют, опять же, это американские и европейские технологии, разработки, которые в будущем, хотя уже говорят о том, что японцы давно это используют на уровне уборных комнат, вживление микрочипов или одежда с какими-то датчиками, которые будут считывать информацию о составе крови, о составе пота и передавать на компьютер, который находится у семейного или, скажем, у доверенного врача. Что об этом слышали? Будете ли практиковать? Агитировать за внедрение такого метода? Это сложный вопрос, потому что во многих случаях в некоторых странах даже эти методики запрещены к использованию, они уже существуют, но нарушается конфиденциальность, нарушаются права человека о том, как именно он и кому может сообщить о своем здоровье. Вы же понимаете, все, что вышло в интернет, практически становится общим достоянием. Поэтому здесь нужно быть очень осторожным и следить за тем, чтобы о составе ваших анализов не узнал кто-то посторонний. Я думаю, что технологии на самом деле будут иметь особое применение и достаточно часто. Ведь многим пациентам, многих пациентов не волнует конфиденциальность, им нужно быстрое реагирование со стороны доктора, раннее выявление проблемы, раннее решение ее дает наибольший результат. И чтобы больше не встречаться. Да. Я думаю, что человек, у которого очень острая проблема, ему абсолютно все равно, что там в интернете о нем узнают. Мне кажется, что... Да, если болит, то надо идти к доктору. Ну, наши же люди идут уже, когда не просто болит, а когда уже болит так, что уже все. Да, вот... Или помирать, или к доктору у нас же... Задача, конечно, нашего медицинского дома – показать возможности именно профилактической медицины, добиться ранней диагностики. Так, может быть, как раз бы вот эта методика и играла эту роль? Возможно. Всему свое время. Я хотел бы сказать, что именно разрушение стереотипа страха между пациентом и доктором, отсутствие проблемы, боязни. Вовремя пришел, вовремя обследовался и увидел то, что не было заметно и решил проблему на корню. А скажите, пожалуйста, вот приходят к вам сейчас пациенты, все-таки это люди нового времени, у них немножко иное сознание. У них уже более ответственное отношение к своему здоровью, нежели, например, было раньше? Безусловно, безусловно. Большинство молодых людей, их примерно половина, я бы сказал, от общего числа обращающихся в нашу клинику, они уже подкованы. Они уже начитаны. Приходят с целью профилактики или все-таки уже когда надо лечиться? Я бы сказал, что они уже многое знают о проблеме, о своей болезни и даже оперируют какими-то терминами, которые простому человеку непонятно. Возможно, что вместо вас не начали сами себя оперировать. До этого мы не допустим. То есть этого в медицине будущего не будет, что каждый сам себе доктор? Да, где-то я бы сказал процентов 10 от общего числа пациентов успевают заподозрить или прийти с проблемой, которая им показалась или они не знают, что это. Самое начало заболевания, неважно какая это болезнь, я говорю в общем. И действительно очень приятно общаться с такими пациентами, когда ты понимаешь, что он ответственно относится к своему здоровью и реально будет выполнять рекомендации. Он вовремя придет, он сделает нужную процедуру или обследование. Ну вот это, наверное, и наша задача всех медиков, чтобы действительно таких пациентов не 10% было, а может быть 10% всего осталось, которые не понимают. Энергоинформационная медицина. Вот встретил я такое слово, шуршал по задворкам интернета и каких-то своих там знаний. Слышали, не слышали? Ну что вы именно складываете? Энергоинформационная медицина, имеется в виду, что все мы состоим из энергетического поля, доказанный факт. У нас проходят физические на клеточном уровне процессы, то есть биофизика, да, скажем так. Вот вы с этим сталкивались, какую-то информацию об этом получали. Есть ли смысл с информационным полем вот этим вот связываться? Возможно ли такое, что можно будет лечить человека без, грубо говоря, вмешательства конкретно в него непосредственно, а воздействуя, может быть, только на какое-то там излучение, на какие-то вибрации? Как вы к этому относитесь? Исследования такие проводились уже давно. И проводятся? И проводятся, естественно. Это очень интересная тема, потому что реально это дает шанс что-то исправить, не прибегая к прямому контакту, а значит воздействие на большое количество людей или на тех, кого нужно. Я думаю, что мы придем к какому-то виду такой деятельности, но это не будет эффективно, пока человек напрямую не вмешается, потому что все-таки способности нашего мозга, я думаю, вряд ли найдут какой-то аналог в техническом исполнении. И мы не решим проблему человека без вмешательства другого человека. То есть контакт больше, может быть, следует развивать не на уровне техника человека, а на уровне человек-человек. И тогда мы получим... То есть человек-человеку все-таки друг в большинстве случаев должен быть, по идее. Понятно. Существует ли вот такой у меня вопрос? Вопрос есть, как бы все практически с высшим медицинским образованием врачи-специалисты занимаются тем, что лечат кто организм, кто какое-то заболевание в этом организме. Есть ли возможность объединить вот два эти параллельные что ли направления? То есть медицину, которая, образно говоря, удаляет там одну вену и медицина, которая холистическая, скажем так, та, которая лечит весь организм. То есть какая-то герудотерапия, это еще что-то. Если вы имеете в виду использование нетрадиционной, скажем, медицины, объединение ее с медициной классической или стандартной, можно по-разному ее называть, то пути слияния все равно есть. Вот Петр Алексеевич, наверное, сможет рассказать о том, как именно пиявок использует микрохирург. Сейчас давайте проверим, сможет он или не сможет, Петр Алексеевич. Да, действительно, герудотерапия используется в микрохирургии. Действительно, при реплантации, то есть при, как Вы сказали, пришивании потерянного пальца, иногда используются пиявки. Почему? Потому что возникает, порой возникает нарушение венозного оттока, то есть артериальный приток в пальце пришитом. Застой крови в пальце. Да, да. А венозный, ну, возникает венозный застой. Пиявки, пиявки просто справляются с чрезмерным венозным давлением путем механического удаления этой крови. То есть лучше, чем другие медикаменты. Медикаменты, препараты. И гепарин, который мы все знаем и часто используется, придуман как раз на основе герудина, который выделен из пиявок. То есть они реально принесли большую пользу человечеству. На том и порешим, да, что у нас все-таки объединение медицины будущего с медициной природной, скажем так, очень даже тесное, взаимное, взаимопроникающее, конечно. Безусловно, да. Господа, полминуты буквально, давайте подведем итоги. Сегодня немножко такая необычная будет программа. У нас еще не было сюжета, а он должен быть. Мы приготовили этот сюжет. Буквально полминуты успокойте или наоборот, какая-то настороженность наших граждан должна быть. Относительно медицины будущего. Я бы хотел сказать, что медицина будущего – это здорово, это прекрасно, это удивительно. Но сама по себе медицина не решает все проблемы человека. То есть на лицо, в первую очередь, стремление поправить здоровье до того, как его начнут кто-то разрушать. Нужно вести достаточно грамотный, правильный образ жизни. Нужно соблюдать какие-то меры профилактики, чтобы до медицины не дойти. Но если уже это случится, то мы готовы. Медицина движется вперед. Петр Алексеевич. Спасибо. Заключительный. Я полностью соглашаюсь с Александром Борисовичем. Конечно же, стоит сказать о профилактике, потому что в любом случае профилактика – это и лучше, но и, конечно же, дешевле. Идите учиться в медицинские вузы. Да. Или профилактические вузы. Огромное вам спасибо. Огромное спасибо всему творческому коллективу программы «Доктор Крыллов Консилиум». Не знаю, для кого к счастью, кому к сожалению, наша программа в данном формате перестает существовать. Жизнь покажет, что будет дальше. Следите за анонсами. Надеемся, что мы были вам полезны. Посмотрите наш последний сюжет. То, что не вошло в эфиры. Всего вам доброго. Берегите себя. Сегодня мы не будем говорить о болезнях как таковых. Обо всем об этом и не только. В программе «Доктор Крыллов Консилиум». Наташенька, добрый вечер. Я с удовольствием передаю вам слово. Пришло время посмотреть сюжет, в котором мы попытались отобразить позитивное все-таки. Не дадут мне начать. Я прошу прощения. Прямой эфир. Телефонный звонок. Мне 52 года. Я не курю, не пью. Я не полная, не толстая. Но все равно эта болезнь меня беспокоит очень. А вы нам не рассказали, сколько раз рожали? Говорю, а три раза. Я думаю, что громче и в этой ситуации более объективно не скажешь. В принципе, наш любой обыватель может пойти в аптеку, взять дебюк, везти себе в Вену и полететь. Слава Богу, мы к рекламе этих препаратов не относимся. Потому что закупают и бандиты. Ну, в принципе, мы об этом переговорили. Но в любом случае, давайте еще раз повторим. Одним из побочных эффектов часто бывает депрессия. Надо не допускать повышенной массы тела. Надо держать себя в таком состоянии, когда, соответственно, росту будет и... Борис Иванович, я намек понял. Выйди прогуляйся, побегай. Спасибо большое за добрые слова. Наталья, все ли понятно нашим гостям? Может, есть какие-то вопросы, уточнения? Может, мы в какую-то не ту сторону пошли? Давайте вас послушаем с удовольствием. Спасибо большое за то, что... ...стимизм своей беседы. Мы тут и улыбались. Хотя обсуждали вроде бы чрезвычайно серьезную тему. Но, тем не менее, зрители приободрились. Оказывается, не все так плохо. Можно носить каблуки, попивая томатный сок. Шура, кушайте помидоры. Но у них дорого. Мы продолжаем серию вопросов от одесских мам и бабушек. Идет футбольный матч. Игра команды любимой. Тут она буквально три секунды пропустила. Все, на следующий день или сразу скорую вызывать? Скорая, конечно, имеет очень важное значение. Быстрый ее приезд, скажем так. Евгений, а как считаете вы? А, как раз у нас есть телефонный звоночек в студию. Прошу прощения. Пожалуйста, вы в прямом эфире задавайте вопрос нашим экспертам. Скажите, пожалуйста, какие вы считаете таблетки наиболее эффективны при варикозе? Спасибо большое. Какие таблетки наиболее эффективны при варикозе? Круглые или продолговатые? Ну, я должен сказать, что большинство таблеток все-таки продолговатые. Раз уже начали говорить об особенностях, я бы хотела, чтобы следующие наши вопросы были связаны с особенностями по половому различию. Давайте мужчина женскому приятнее. Ну, вот мы и добрались до начала лечения. Наталья, пожалуйста, ваш вопрос. Если я съем шаурму, несет ли за это ответственность за анепидемстанцию? Я не понимаю, он отравился уже или собирается отравиться? Лежу, умираю, а воды-то не хочется. Воды-то не хочется, да. Опять небольшая реклама нашего куриного супчика. Переходим уже к стадии лечения. Возьмите сантиметр и померяйте окружность талии наших гостей в медицинском доме. Пока, если есть вопрос, задайте. 2 сантиметра, поэтому я настаиваю на 102. Вы можете настаивать и на спирте, это такое дело. Вы уточните, пока мы будем измерять талию. Зрители интересуются, Евгений, вашими объемами. Вот вопрос на злобу дня. Тот, кто его задавал, я думаю, что я оставлю свой номер телефона, мне позвонит, я ему все расскажу. Мне нечем померить сейчас, все сантиметры рвутся. Может, вирус вышел из-под контроля. Ну, приходит обыкновенный человек к врачу, и врач ему говорит, вы знаете, я вам скажу по секрету, у вас снижен иммунитет. У вас снижен, у вас страшно снижен иммунитет. А грамотный пациент, посмотрев передачу с доктором Крыловым, говорит, вы знаете, доктор, не надо мне это рассказывать. Я передачу, я вам не сказали, чтобы сказать, что у меня снижен иммунитет, дайте-ка мне направление на иммунологическое обследование. И заодно и вам вместе пойдем посмотрим. И вместе посмотрим. Отметили 50 лет, задули свечки, и на следующий день он раз, собрался и пошел по врачу. Иди сдай кровь, после этого давай доплер, дуплекс, после этого инген, после этого МРТ. Глядишь, самый рассосался. Наши зрители в случае появления боли в спине, я так понимаю, не будут атаковать один кабинет. Они пойдут и к хирургу, и к неврологу, и к мануальному терапевту вместе с иглотерапевтами, рефлексотерапевтами. Обеспечат работой всех. Это радует. Может быть, какую-нибудь важную таблетку выпить перед тем, как идти что-то покупать? Я вообще понимаю, идти больше к кондитерскому делу, поэтому да. К чему здесь неврология? Спина болит. А к доктору ходите? Не хочу. А к какому надо идти, как думаете? Ну, неврепетолог. Пожалуйста, задавайте свой второй вопросик. К сожалению, пациенты, которые не смотрят такие грамотные передачи под названием консилим, они не в состоянии правильно, адекватно покупать на те рекламные штучки. Спасибо большое, я вас узнал. Я тоже. А сейчас последний вопрос от нашей студии, потому что по времени мы уже не укладываемся. Болела ли когда-нибудь спина у вас? Спина? Да. Никогда. Потому что я занимаюсь зарядкой, бегаю. На сегодня у меня все, я с вами прощаюсь и берегите себя, не болейте. И помните, вос рекуперате Туа Пендет. Ваше выздоровление зависит от вас. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»